Уже два года осенью и весной жильцы дома 4А по улице Силкина борются с протекающей крышей. В 2017-м они обращались в управляющую компанию, которая составила акт осмотра, однако проблему так и не удалось устранить. Ни крышу не починили, ничего. В 18-м такая же история, просто не вызывали, потому что бесполезно. Сейчас опять вот стало таяние снега весной, и опять началось это. В этот раз залило комнату в квартире на верхнем пятом этаже. Также вода просочилась на четвертый этаж. Пострадали стены и потолок в подъезде. Жильцы вызвали представителей управляющей компании, которые все сфотографировали и составили очередной акт. Вот увидели все вот это вот, то, что течет, нельзя даже спать, и все. Это хорошо сегодня подморозило, и вроде бы капли только стали течь, а то текло здесь, как из ведра. В управляющей компании нам пояснили, что эффективный срок службы кровли уже истек, однако капитальный ремонт крыши будут делать как минимум через 10 лет. Со своей стороны, всю возможную работу на сегодняшний день по обращениям жильцов пострадавшей квартиры центр ЖКХ провел. Отчистили, налить убрали, где-то что-то мастикой промазали, и потом либо будет компенсация жителю, либо ремонт. Несмотря на проведенные работы, крыша продолжает течь. Как нам пояснили специалисты, скорее всего, это стекает вода, которая накопилась в теплоизоляционном слое. Когда он высохнет, течь перестанет. Однако не исключены протечки в других местах. Пока жителям нужно обратиться в управляющую компанию, и их поставят в очередь на текущий ремонт. Полностью от воды в квартире их избавит только капитальный ремонт. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.